Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! Хочу сказать, что совсем скоро будет розыгрыш вот такой вот замечательной серебряной унцовой монеты. Следите, пожалуйста, за обновлениями, за следующими видео на основном канале. А на этом канале я сейчас для вас покажу те покупки, которые я совершил новогодние из аксессуаров по нумизматике. Это разные альбомы. Вот такую папочку для монет я приобрел. Она наборная, то есть можно набирать листы, которые вам необходимы. Она с легкой защелкивается, очень красивое тиснение, легкая, удобная, надежная папка. А теперь более конкретно перейдем к холдерам. Холдерам для монет Украины. Давайте смотреть. Вот такие вот холдеры у меня есть и папочка Лиштурмовская. Ну, холдеры, ребят, вы мне писали, почему у меня такой, во-первых, размер и почему у меня так странно выглядит. Действительно, это Китай. Ну, руки только дошли. Заказать нормальный. Сейчас покажу, насколько это все печально. Вот это вот китайский холдер, он выглядит вот таким вот образом. Во-первых, он не склеивается, во-вторых, он кривой. Реально, при сгибании, причем они сами сделали место для сгибания, но при этом он реально выглядит просто жуть. И вот они все такие, вся пачка. И там, да, я даже несколько пачек заказывал. Почти все вот такие вот с браком. Я, конечно, в шоке. Это еще под большие монеты. Вот. Ну, вот такие вот монетки. Сейчас мы их переложим в черный холдер и посмотрим, как оно будет выглядеть. Мне кажется, просто будет бомбически смотреться. И вам покажу сейчас. Достал я вот один холдер. Смотрите, вот они такие черненькие. И здесь такая липучка, собственно, которую нужно отсоединить и заклеивать с монет. Давайте это уберу пока. Все белые у меня холдеры и один лист вот такой. Кстати, по поводу листов. Вот этот маленький лист. У меня пришло несколько листов больших. Это для подхолдера, но для Гранды. Видите, здесь они... Сейчас он не будет видно вот так вот. Для этого альбома он будет сильно великоват. Для Гранды будет отлично. Вот. Для этого, кстати, некоторые люди хранят свою обиходку вот в таких вот ячеечках. В принципе, тоже нормально. Но мне бы хотелось, например, собрать полностью погодовку в холдерах. Представьте, насколько это будет круто смотреться. Давайте мерить. Ну что ж, давайте размещать гривну. Легко у нас отклеивается. Гляньте, просто в одно касание, даже в перчатках. Берем монетку. Берем уже эту монетку в штемпельном блеске. Уже они готовы для сгибания. И нужно подумать, как я буду размещать их. Ушком сюда или вот таким образом. Наверное, вот таким вот образом будет оно красивее. И аверс-реверс, что мы захотим. В принципе, можно и так, и так размещать. Монета размещается. Правда, ведь я делаю это для камеры довольно быстро, на весу. Когда для себя делаешь, может быть, все будет по-другому. Видите, чуть-чуть криво закалил. Хотя, а ну-ка, давайте посмотрим, как она заходит в данную папочку, в данный лист. Листы еще новые, видите? Не раздолбанные. Офигенно. Просто шикарно. Давайте сейчас еще несколько добавлю вам. Покажу. Первую монету, которую я запаковал в холдер, я разместил аверсом к нам. В принципе, я подумал, что лучше всего, конечно, размещать именно реверсом, потому что там разные рисунки будут. Мне кажется, так для гривен будет красивее. И потом переложил. И вот так вот у нас, видите, в штемпельном блеске выглядит эта монетка. Добавил 65 лет. Также штемпельную. 60 лет. И попробуем их разместить сначала вот в такой вот альбом. Гляньте. Соответственно, они будут с легкостью заходить и будут смотреться, ну, гораздо стильнее, чем просто белые. Тем более китайские. Гляньте. Офигенно просто. И легко их можно доставать. Раз. Даже в перчатках. Даже в перчатках. А достаются они абсолютно легко. За ушко. Хоп. Три монетки. И попробуем их переложить в большой лист. Так, это нам не надо. В большой лист для большой папки. Гранды. Вообще, у меня задумка. А, видите, тут даже их получается на один больше. Я думаю собрать полностью обиходку от одной копейки до гривны. Соответственно, в таких вот красивых холдерах черных. Мне кажется, это будет смотреться просто. Если их добавить в альбом. Гляньте. Вот так вот выглядит альбом. Если так полностью погодовку, например, там все либо от номинала от одного, либо все по годам сделать. Мне кажется, будет офигенно смотреться. Ну что ж, вот такие холдеры, такие покупочки, ребят, на сайте Numis. Скидка будет для всех по промокоду новогодние подарки. Ссылочка будет на них в описании. Я очень доволен на самом деле. И спасибо, что пишете и советуете мне, как дополнять свою коллекцию, что нового. И по поводу листов и этих холдеров тоже намекнули, что, ребята, что как бы китайские не очень красиво смотрятся. Действительно, от такого гораздо другое удовольствие. И качество коллекции, конечно, по-другому все выглядит и дает гораздо больше удовольствия. Это я вам прямо сейчас могу сказать. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok